МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планируется уже запуск совершенно новой модели. Но нельзя говорить об обновлении и не вспомнить самую первую модель, которая в Корее начала продаваться в далеком 94-м году. Первое поколение Kia Sportage пользовалось хорошей популярностью среди тех, кто хотел за относительно небольшие деньги иметь у себя автомобиль с достаточно высокой проходимостью. Корейский рамный внедорожник нашел своих фанатов, как и среди людей, которым необходим автомобиль для повседневной рабочей жизни в рамках большого города, так и спортсменам, которым не сидится на месте и большая часть их дорог пролегает через непроходимые болота, которыми так богата наша Родина. Но если первая машина была все-таки внедорожной, то есть она была рамной, то вторая модель уже это кроссовер среднеразмерный и с несущим кузовом. Но не о первом поколении мы будем сегодня говорить, а об обновленном Kia Sportage 2. И какие же визуальные изменения у автомобиля? В первую очередь бросаются глаза эта решетка радиатора, которая получила немножко другие формы. Нижняя часть бампера обзавелась дополнительным вот таким вот черным кожухом, защитой, фары головного света поменяли свой дизайн, и автомобиль теперь стал похож немножко на своего ближайшего японского конкурента. Ну и противотуманные фары с треугольных стали овальными. На обновленной машине как спереди, так и сзади появились вот эти вот мускулистые арки. Диски 16-е по дизайну стали более внедорожными. Ну, а для удобства водителя боковые зеркала увеличили свою площадь, что и увеличило угол обзора. Задняя часть автомобиля тоже слегка изменилась. Например, поменялся дизайн задних фар. Нижняя часть бампера также изменилась и обзавелась раздвоенной системой выхлопа. То есть, вне зависимости от комплектации, теперь вот машинка получает реально спортивный вид. Ну и пока мы находимся рядом с задней частью автомобиля, давайте поговорим о багажнике. Что приятно, верхняя часть открывается отдельно от всей двери. И сюда можно закинуть как спортивную сумку, так и какие-то пакеты с продуктами из магазина. Но также можно открыть дверь и полностью, что показывает нам весь объем, который равен 667 литров. Но давайте сложим заднее сидение. Тем самым мы увеличим объем более чем в два раза. Еще хороший бонус заключается в том, что при сложенных задних сидениях здесь образуется идеально ровный пол, что, наверное, хорошо для транспортировки больших каких-то грузов. И раз уж мы оказались здесь, почему бы не обратить внимание на детские крепления под кресло изофикс. Хорошо еще то, что производитель подумал о проблемах русских дорог и снабдил автомобиль дамкратом и полноразмерным запасным колесом. Визуальные изменения это, конечно, хорошо, но изменения внутри меня волновали больше. Давайте сядем внутрь и посмотрим, какие же изменения там. Так, ну вот мы и в салоне. Какие же изменения здесь? Очень приятно, что корейский производитель задумался о крупных людях и увеличил подушки передних сидений на 4 сантиметра. Так же, как и спинки. Но спинка увеличена чуть больше, на 6 сантиметров. Теперь передвижения на дальние расстояния для более крупных и высокорослых людей стали более комфортными. А вот регулировок рулевого колеса не хватает. То есть на данный момент оно может двигаться и изменять свое местоположение только по высоте. А хотелось бы, чтобы оно двигалось в трех плоскостях. Приятно удивила центральная консоль, которая посвежела, и материалы отделки стали заметно качественней. И вот меломаны, наверное, оценят, теперь вне зависимости от комплектации мультимедийная система получает функцию возможности чтения MP3 дисков. И, возможно, теперь вот с помощью таких гнезд возить музыку с собой на флешке. Так же здесь есть возможность подключения всеми любимого iPod'а и прочих внешних устройств. Для комфорта водителя и пассажира, помимо увеличения подушки сидений, есть еще и несколько таких приятных дополнительных опций. Это подстаканники, ниши для хранения дополнительных каких-то мелких предметов, бардачок, который, правда, не очень большого объема, но он компенсируется тем, что теперь в боковых дверях имеется кармашек, который достаточно объемный и может вместить в себя много всего. Посмотрев изменения на переднем ряде сидений, мы отправляемся назад. Но перед этим мы отрегулировали спинку переднего сидения, именно водителя, под 1,85 метра, чтобы посмотреть, насколько комфортно сидеть с таким же родственным заднем. И на заднем сидении сидеть так же комфортно, как и на переднем. Мне с роста 1,85 метра уютно сидится за самим же собой. У меня хватает расстояния как в коленях, так и над головой. А вот курящим пассажирам, скорее всего, придется курить на улице, так как сзади отсутствует пепельница и прикуриватель. Нельзя не упомянуть о конкурентах этого автомобиля. Их достаточно много, но вот единственный, наверное, самый основной бонус именно этого автомобиля, это его цена. Kia Sportage 2 стоит чуть более 900 тысяч рублей, и это если вы берете полную комплектацию. А вот ближайшие японские конкуренты уже хорошо перевалили за миллион. Наиболее близко как по цене, так и по техническому оснащению к Sportage подобрался Suzuki Grand Vitara. Японский кроссовер уже давно колесит по дорогам России и прочно укрепился на нашем рынке, как практичный и доступный автомобиль. Вот и схожая по комплектации с нашей, машина обойдется российскому покупателю в 900 тысяч рублей. На втором месте стоит еще один автомобиль, производимый в стране восходящего солнца, Toyota RAV4. Правда, цена его все ближе подбирается к психологической отметке в 1 миллион рублей и все сильнее бьет по карманам российского покупателя. А вот немецкий конкурент в виде Volkswagen Tiguan имеет немного другие технические характеристики, а именно мотор 1.4 TSI и механическую коробку передач. Но и цена за народный автомобиль со схожей мощностью, но немного иной комплектацией варьируется от 990 тысяч рублей. Нам сегодня попал достаточно популярный вариант. Это двухлитровый бензиновый мотор мощностью 142 лошадиной силы, коробка автомат и полный привод. Но не о нем мы хотим сегодня поговорить. Просочилась информация, что пару месяцев назад у российских дилеров появился автомобиль немного другой модификации, который почему-то стал невостребованным на нашем рынке. Это был двухлитровый турбодизельный мотор с шестиступенчатой коробкой передач и, что примечательно, с передним приводом. И для тест-драйва этого невостребованного России автомобиля мы отправляемся в Европу. У нас была возможность совершить путешествие из словацкого города Жилино в немецкий Франкфурт и посмотреть, что же такого в этом автомобиле и что же оказалось не по душе российскому покупателю. Но для начала давайте ознакомимся с техническими характеристиками нашего кроссовера. Турбодизельный мотор с рабочим объемом двигателя 2 литра и максимальной мощностью 112 лошадиных сил имеет максимальный крутящий момент в 250 ньютон-метров, который достигается в диапазоне от 1800 до 2500 оборотов в минуту. Расход топлива при этом не превышает 10 литров на 100 километров пути в смешанном цикле. Ну и при равномерном движении по автобанам датчик расхода топлива и вовсе показывает 7,5 литров на сотню. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, но привод автомобиля осуществляется исключительно на передние колеса. Высота дорожного просвета не изменяется и составляет 195 миллиметров. Забегая вперед, стоит отметить, что цена за дизельный моноприводный автомобиль, предлагаемая на российском рынке, была равна той, за которую в данный момент продает переднеприводный автомобиль, но с бензиновым двигателем и равнялась порядка 600 тысяч рублей. Но машина продавалась крайне плохо и было принято решение приостановить ввоз данного автомобиля, как говорится, до лучших времен. Ну вот мы и преодолели 300 километров пути и готовы поделиться с вами первыми впечатлениями об автомобиле. Начнем, пожалуй, с того, что не понравилось. Не понравился подлокотник. К сожалению, расположен он слишком низко и не может выполнить свою прямую обязанность, а выполняет лишь функцию дополнительного ящичка, в который можно сложить или CD-диски, или какие-то дополнительные мелкие предметы. Водительское сидение достаточно комфортно. хотелось бы немножко подрегулировать поясничный упор, но, к сожалению, на данном автомобиле этой функции нет. В общей сложности мне предстояло преодолеть порядка двух тысяч километров пути по дорогам трех европейских стран, и у меня было время ощутить все достоинства и недостатки автомобиля. Двигатель поразил своей достаточно приемлемой экономичностью и в то же самое время тяговитостью. Например, при довольно скоростном движении по автобанам расход не превышал 7,5 литров на 100 километров пути, и в то же самое время при обгоне медленно идущей фуры мне всегда хватало мощности для осуществления маневра. Но этой комфортной динамике, в свою очередь, способствовала удачной передаточной числу шестиступенчатой механики. Скажем так, если бы не легкий шум в салоне от работы дизельного мотора, я бы и вовсе не отличил автомобиль от своих ближайших, более мощных бензиновых собратьев. Очень жаль, что такое сочетание двигателя, коробки и монопривода не пошло по продажам на нашем российском рынке. Складывается впечатление, что путь большей части жителей крупных городов к своим дачам и загородным домам пролегает через непроходимые болота и мощный движок с постоянным полным приводом крайняя необходимость. На мой взгляд, человека, живущего в мегаполисе и передвигающегося исключительно по неровностям городского асфальта, автомобиля с высоким дорожным просветом и передним приводом вполне достаточно. Маршрут нашего путешествия ровно на зените и настало время свернуть с гладких дорог и посмотреть машину в действии на легком бездорожье. Заодно мы сможем проверить все имеющиеся электронные системы на нем. Субъективно можно оценить съезд трассы как вызов самому себе, так как раньше я не имел опыта передвижения под тем местам, где о дорогах напоминает лишь колея, оставленные от строительной техники. И очень кстати нам попалась строительная площадка, на которой мы могли испытать некоторые внедорожные характеристики нашего моноприводного Kia Sportage. Да уж, легким бездорожьем это назвать сложно. Скорее всего, это уже полноценное бездорожье. Свернув с трассы, мы нашли карьер, на котором идет строительство. Нам разрешили испытать наш автомобиль на ухабистых дорогах строительной площадки. И что ж, мы остались вполне довольны. Хода подвески хватает. Системы ESP и ABS верные помощники нам. А двигатель достаточно тяговит. И не возникало проблем как с крутыми подъемами, так и с резкими спусками. Общие впечатления остались бы неполными, если бы не дождь, который застал нас. Дорога стала немножко скользкой, букса стала немножко больше. Но оно того оправдывает. Нам же нужен тест внедорожных качеств легкого городского кроссовера. С уверенностью говорить о боевом внедорожном потенциале мне, как человеку, далекому от жизни вне городского асфальта, достаточно сложно. Но тот факт, что на нашем моноприводном кроссовере я забрался туда, куда ни за что бы не забрался на обычном Судане, уже говорит о многом. Хорошо, что мы выбрали комплектацию с передним приводом. Нам интересно было посмотреть, насколько далеко можно на нем здесь заехать. В горку он идет очень хорошо. Так же, как и двигатель, абсолютно не захлебывается. Разве что, какие-то очень специфичные участки мы не решились преодолевать на этом автомобиле. Как-никак нам еще предстоит долгая дорога. И нужно сохранить машину до конца. И приятно, что после трясучки на внедорожной трассе мы вновь вернулись на гладь асфальта и продолжили свой маршрут дальше. И забегая вперед к финишной черте, хочется отметить, что мы доехали без каких-либо проблем. И смогли в полной мере получить удовольствие от, скажем так, автомобильной европейской экскурсии. И пока мы готовили эту программу, появилась информация о совершенно новой модели Kia Sportage. Как и ожидалось, кроссовер будет выполнен в новом фирменном стиле марки. Как заверяет российское представительство Kia, на нашем рынке новый Sportage появится уже в этом году. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok